И снова о красоте, но еще и немного о чистоте. С Ольгой Бушковой мы поговорим. Здравствуйте, Ольга. Давайте, наверное, начнем с развития. Как развивается категория? О чем вы можете нам рассказать? Может быть, поделиться секретами? Мы сегодня очень любим такую информацию, которую еще никто не слышал. Информацию, которую я сейчас расскажу, она, конечно, известна рынку, известна нашим партнерам. Но если говорить конкретно о развитии категории косметика и бытовая химия в Магните, как известно, 2020 год действительно был годом турбулентности. Он был непростым для всех, и мы увидели значительные изменения в покупательском спросе, изменения по покупательским миссиям, покупательскому поведению. Сформировалась так называемая новая реальность, новая норма. Текущий год показывает более стабильную динамику, вроде как все стабилизировалось, но при этом мы в любом случае понимаем, что покупатель уже другой, покупатель изменился. Соответственно, мы должны эти изменения инициировать как можно скорее, чтобы продолжать удовлетворять нашего покупателя в полной мере. Если говорить о категории красота и частота на рынке, то ее рост на сегодняшний момент чуть ниже инфляции. Это связано с тем, что немного есть снижение потребления по некоторым категориям. Но если, например, смотреть на наш уникальный формат Magnet Cosmetic, то мы видим там значительный рост опережения роста рынка. Например, по обновленным, по категориям, которые мы провели ревью, пересмотрели, обновили, мы видим рост до 30%. Что выше роста формата в два раза, рост формат на сегодняшний момент достигает там уровня 15%. Уже сейчас категории, например, такие категории, как косметика, уход полноценно закрывают все потребности покупателя, от новичка до профессионала, да, и до бьюти-блогера. И в соответствии с этим основные покупательские тренды, которые мы сейчас наблюдаем, это эко-направление, развитие эко-направления, это профуход, развитие натуральности, профухода, специальных средств, да, косметических, в том числе и уходовых. Также мы видим очень большое переключение покупателей от стандартных базовых консервативных потребностей до более, до более инновационных потребностей в каждой из этих категорий. Ну а вот если инновационных, инновационных это вот, это что, это куда, это кто создал вот этот спрос, что хочется инновационного, это все бьюти-блогеры инноваты, что они какие-то новинки показывают или как? Не, ну, или это эко, вот эта вот модность, экология, вот в ту сторону? Ну, на самом деле это модно, в принципе, во всех категориях, да, это тренд мировой, не только российский тренд, если говорить там о Западе, то он пришел, да, давно в Россию, сейчас заходит и развивается, да, активно в России, и во всех категориях, повторюсь, это отмечается, да, в том числе в категориях косметики, бытовая химия, да, люди все больше думают о своем здоровье, да, о качестве жизни, тем более после последних и текущих событий, которые связаны, соответственно, с пандемией, поэтому люди все больше думают о себе, думают о своем здоровье, о качестве жизни, и, конечно, вот эти средства, которые сейчас и производители, да, предлагают нам к расширению и к закрытию этих потребностей, конечно, это те тренды, которыми мы пользуемся и развиваем во всех наших форматах, да, но так как магнит косметик для нас является тем форматом, в котором мы максимально можем представить всю широту ассортимента косметики и бытовой химии, соответственно, там мы можем увидеть полностью копирование, да, всех трендов, которые, в общем-то, сейчас на рынке есть и развиваются, должны быть. Ну, опять же, продолжение темы развития, да, наверное, о планах хочется услышать более подробно, какие планы по категории. Если говорить о планах развития наших категорий, наши партнеры знают о том, что мы последние два года активно занимаемся пересмотром категорий, обновляем категории с учетом трендов рынка, с учетом изменяющихся потребностей, да, и поведения наших покупателей. Мы значительную часть категорий уже пересмотрели, но мы понимаем, что этот процесс непрерывный, да, мы должны постоянно мониторить рынок, мы должны постоянно знать и обновлять наши знания о нашем покупателе и в соответствии с этим формировать новые актуальные предложения для него. Соответственно, с учетом всего этого, наши основные акценты на 2022 год — это продолжение соответствовать и развивать те тренды, которые рынок, весь рынок отразит и будет развивать в 2022 году. Это, опять же, экологичность, это профессиональный уход и профессиональные средства, это развитие натуральных средств и натурального ухода. Далее мы продолжаем фокусироваться на собственные торговые марки и эксклюзивный ассортимент, да, это поможет нам максимально дифференцироваться на рынке и быть уникальными на рынке для нашего покупателя. Продолжаем процесс преумизации, например, мы уже обновляем ассортимент косметики, парфюмерии, декоративной косметики и заводим в ассортимент люксовые бренды от модных домов. Дальше, конечно же, мы продолжаем делать акцент на новинки. Мы знаем, что около 30% нашего покупателя реагируют на новинки и хотят видеть в нашей сети этот ассортимент. Также мы продолжаем вместе с партнерами и самостоятельно использовать маркетинговые поддержки, маркетинговую коммуникацию для развития категории, для развития брендов нашей сети. Создание, конечно же, новых трендов, потому что, например, магнит косметики является уникальным и доля магнит косметики на рынке в других реформациях самая большая. Соответственно, мы те люди, которые эти тренды создают и дальше, соответственно, их распространяют среди наших покупателей. Ну и в продолжение темы трендов, наверное, все-таки человек, который или компания, которая следит за трендами, мне кажется, совершенно спокойно принимает все вызовы судьбы, все вызовы рынка. С какими вызовами сталкиваетесь вы? Я так понимаю, что в том числе речь пойдет и о магазине электронном, да? Давайте, наверное, об этом и вообще о том, какие все-таки вызовы, для чего они нужны, и что они дают. Ну, как известно, любой вызов — это возможности, да, поэтому мы все вызовы, которые видим на рынке, также используем для себя. Это развитие для нас. Если говорить о моих категориях, то основной и важный вызов сейчас для нас — это рост доли онлайн-канала. Если говорить об изменении доли, то за последние три года доля онлайн-канала выросла в три раза, и составляет на текущий момент около 15%. Если говорить об FMCG-категориях на периоде январь-июнь 2021 года, то доля уже составляет около 4%. Если говорить конкретно о моих категориях, например, таких как уход за детьми, подгузники, то доля покупки в онлайн-канале уже составляют около 53%, то есть это действительно значительная доля, да, и мы видим, что доля растет постоянно, да, и покупатель легко переключается, да, потому что это удобство, это безопасность, да, и так далее. И, например, средства для посудомоечной машины, да, доля уже составляет на текущий момент около 21%, при том, что еще несколько лет назад мы не задумывались об этом, да, они обращали внимание, и для нас это не было ни риском, ни угрозой. Что мы делаем? Мы понимаем это, да, это выбор нашего покупателя, соответственно, повлиять на это мы никак не можем. Наша стратегия на сегодняшний момент сохранить и качественно улучшить свои позиции в оффлайне, но при этом развивать онлайн, предлагая в онлайне для нашего покупателя более широкое, более интересное предложение, да, и с помощью развития и удержания доли в оффлайне и роста онлайн мы в целом, да, сможем нарастить нашу категорию и удовлетворить и привлечь еще больше покупателей через онлайн в наши магазины, в нашу сеть. Я желаю вам, чтобы все ваши нововведения попадали точно в цель, чтобы ваши покупатели оценили тот объем работы, который вам приходится делать. Спасибо вам огромное. Вам спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»